Освободиться от очередей, оплатить коммунальные услуги в срок и не выходя из дома. Жители 114-го дома по Старозагоре пришли на выездную консультацию к сотруднику многофункционального центра в рамках проекта «Мой дом». Специалист приехал, чтобы помочь жителям оформить личный кабинет на госуслугах. Для удобства можно отследить налоги на госуслугах в своем личном кабинете, можно к врачу записаться, можно справки какие-то из пенсионного фонда заказать, чтобы не ждать, не стоять опять же в очереди в МФЦ или в пенсионный фонд. Там очень всего много, можно машину на учет поставить. Кому что, у кого какая заинтересованность, обязательно там что-то найдет для себя. Выездные консультации сотрудники МФЦ проводят во всех районах города. Таким образом, проблемы жителей решают также в кратчайшие сроки в результате эффективного взаимодействия администрации городского округа Самара и ее структурных подразделений для решения задач в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Специалисты МФЦ на территории районов, в удобных пунктах для жителей близости непосредственно к дому помогают восстановить или заново открыть учетную запись на системе госуслуги «Решаем вместе». Что это дает? Система госуслуги – это огромная платформа, на которой жители могут получить как информацию, так и сами государственные и муниципальные услуги. А еще самарцам продолжают рассказывать о том, какие возможности дает использование информационной системы ГИС ЖКХ. Это оплата коммунальных услуг, отслеживание их исполнения, возможность проводить собрание жильцов, электронное голосование. В моем доме достаточно пользоваться этим людей, потому что на данный момент мы проводим собрание. ГИС ЖКХ. У нас в доме более 600 собственников, и из них 70% зарегистрированы на программе ГИС ЖКХ. В этой цифровой системе можно подавать показания счетчиков на воду, электроэнергию. Специалисты признают, ГИС ЖКХ позволяет каждый месяц сокращать долги по коммуналке в среднем на 5%. Проводит разъяснительную работу с жителями, управляющие МКД в рамках проекта «Мой дом». Жители практически получают это в рамках одного окна. Приходят, решают различные вопросы по эффективности управления МКД. Объясняем, как взаимодействовать ресурсом с нажавшими организациями, с управляющими компаниями. На приеме можно написать обращение, поработать в ГИС ЖКХ, чтобы они эффективно могли управлять своим МКД. Подобные встречи и консультации специалистов МФЦ с жителями проходят в среднем раз в 6 недель. А каждый вторник и среду представители районной администрации, кто уже зарегистрировался на госуслугах, учат пользоваться программой ГИС ЖКХ. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События.